привет всем ну тут два сергея решили собраться в такой немножко экспромт стрим решили добавить некоторой информации к наверно вот к вчерашнему стрима где выступал векте барабеширова в гостях андрей брезгина рассказывал свои там новости то что случилось вот а мы решили углубиться наоборот в чуть-чуть в то что там бегло прошли а именно какая движуха происходило за кадром вот статьи с петицией ченчерк ну так немножко сопоставить цифры обратить внимание людей скажем так ну пусть это будет информация к размышлению или там косвенные сведения и ваша водная какая спасибо за представление здесь я бы хотел действительно посмотреть на эту петицию увидеть 140 тысяч 262 подписи ужаснуться и сказать ничего себе да мы похоже на грани того что у нас будет некая политическая партия ювеналов во главе с наталья леонидовна и потому что 150 тысяч подписей это уже близко к тому что от чего можно создавать партию по крайней мере региональную ну и попытаться дальше проанализировать эти цифры как они смогли достичь такого хорошего такого значительного успеха как сергей вам да вполне мне немножко жалко что здесь вот не видно но я все по мне лично более-менее все понятно про цифру 140 тысяч когда у нас часто тут щелкнут сразу чтобы было видно вот например это анализ профиля в инстаграме соответственно где живет их этот защитников детства они также раньше были известны под именем стопки днеппинг собственно я про них про мой перепостил чужие пару видео и сам какие-то видео делал вот это тоже прилично времени было а вот их нынешней инкарнации который на своей защитники детства и вот анализатор который сергей прислал показывает что у них всего на 4 ночи 4 тысячи с копейками подписчиков ну да действительно 4 тысячи с копейками но еще самое важное что сколько же среди них живых и вот действительно промотавши вниз можно посмотреть что наиболее популярные или там топ-лайк пост они набирают около 300 лайков ну вот например сасан самый это видимо на самый продукт из последних ста постов вот триста шестьдесят один сто двенадцать шестьдесят два шестьдесят один пятьдесят семь пятьдесят семь ну в общем понятно порядок порядок ясен ну да то есть условно говоря вот у нас есть четыре тысячи людей до каких-то у нас есть активных людей среди них ты назовем так 361 если там вдруг нет накруток но есть еще одна интересная история когда инстаграм это мета мета была запрещена наверное через месяц после начала спецоперации и собственно защитники переводили переводили своих подписчиков в телеграм есть собственно у них там канал свой и туда перешло восемьсот пятьдесят человек то есть из четырех тысяч при активной рекламе при ну при понимании что действительно мета вероятнее все будет недоступно сейчас то мы понимаем что vpn можно использовать можно то есть вы есть вариант туда через vpn заходить но тогда как я помню в обществе вообще царила паника и действительно все все переходили на телеграм-каналы и и а в основном свою аудиторию сохраняли может быть сколько-то процентов отваливалось но вот в случаях с защитниками детства отвалилось не сколько процентов а из четырех тысяч отвалилась большая часть 850 осталось это просто тоже к размышлениям о том из чего состоит эта аудитория и сколько среди них сколько и среди этой аудитории живых людей про активных мы тоже сказали ну вот собственно по вашей ссылке да тут есть как бы очень шорг который естественно никаким образом вообще не относятся никаким нашим официальным органам это исключительно западный сайт вот можно посмотреть его там список руководителей с звучными русскими именами типа ник а лордайс бек уилсон элэйн джу вот исмаил саван другу и так далее общем тут все по полный полный политкорректный набор всех вот и он никаким боком месте с не связан с нашими органами понятно вот но у него еще есть нативная встроенная система разгона там как они это не знаю называют в общем промотирование на промотирование это платная и вот здесь на вскидку вот они приводят калькуляцию эта страница с их же с ченчерк там спас хелпа 11 долларов дают вам 138 показов это это не подписки до показа то есть какая там конверсия очень трудно сказать и вот сергей говорит что если людям приходят рассылки с этой штукой я честно не знаю потому что у меня по моему нету живого аккаунта на ченчерке по он давно перестал в этом деле участвовать мне ничего не приходило ночью если приходит то это значит часть была нативно разогнана то есть они его промотируют нативно в смысле средствами самой платформы я имею да да действительно то есть там там есть возможность вот как вы видите по этой ссылке что действительно есть возможность просто заплатить и тогда она будет появляться либо в рекламе когда кто-то заходит на сам ченчерк подписывать какие-то другие петиции да вот эта петиция будет предлагаться описание как следующая либо она будет в то есть отсылаться от рекламы в емейл вот опять же здесь 11 тысяч за сто тридцать восемь переходов это если аккуратненько посчитать то около восьмидесяти долларов за тысячу там есть условно говоря такое там писи известный маркетинговое сокращение до костер майл цена за тысячу показов здесь в этом случае вот это это 80 максов действительно тогда получается что если брать конверсию я здесь думаю что конверсия там в один процент вполне себе реально вот для для такого это разряд холодных рассылок то есть человек в тот момент когда ему присылают информацию про там условно говоря про наталья леонидовна про защитить детей он вряд ли находится в состоянии что он вот сейчас прям ищет как же защитить детей да то есть вероятность попасть в в некий душевный порыв очень небольшая ну и вот там в маркетинге холодные рассылки то есть но 1 процент на холодные рассылки это вполне себе нормальная цифра и если мы берем конверсию один процент если мы берем 80 баксов за тысячу то получается чуть больше миллиона долларов нужно было бы потратить чтобы вот этим вот нативным методом догнать догнать эту петицию до 150 ну примерно 150 тысяч подписей вот и я думаю здесь однозначно кажется что это очень дорого это очень неэффективно вряд ли этим пользовались на как бы на все сто процентов но мои друзья это видели я сам это то есть я видел эти рассылки значит действительно какое-то количество денег в эту рекламу было вложено второй момент как как можно разгонять количество лайков это можно покупать ботов то есть вот это пользователи зарегистрированные автоматически в большом количестве и они собственно все автоматически выполняет одно действие они они опять же регистрируются на чинчерк и дальше дальше подписывать одну петицию да то есть за этим стоит некий алгоритм можно и она вскидку нашел вот на этом пару видел примеров там принципе цифра похожие речь идет вот когда больших цифрах идет то цена идет очень где-то три с половиной четыре рубля за одну подпись примерно действительно вот примерно примерно такие цены единственное что я думаю что это эта ссылка она давнишняя цены вероятнее всего там подросли на какие-то на какие-то там десятки процентов что точно там полтора может два раза подросли эти цены вот но особенно понимая о том что это накрутка на американской платформе собственно вероятнее всего нужно использовать какие-то американские сервера ну и соответственно там цены в долларах вот и сейчас действительно но несмотря наверно на все-таки наш официальный курс все что связано с работой за границей закладывает неофициальный курс зато по крайней мере мы можем оценить то есть если речь идет можно более-менее спокойно говорить как минимум а 100 тысячах накручен как минимум скорее все больше то есть нас получается что цена цена за 100 тысяч это получается где-то очень как минимум 350 тысяч а может быть даже ближе к 500 тысяч рублей да да то есть но условно говоря это это сотни тысяч да то есть здесь из этой информации сложно прям точно до копейки до доллара до цента посчитать но это однозначно какие-то сотни тысяч наиболее вероятно это от полумиллиона до миллиона вот возможно это действительно там где-то меньше если вдруг там какая-то была скидка количество или то есть или это там полу спонсорская помощь от какой-то внешней организации тут нужно серьезная спонсорская помощь от какой-то организации это точно ну да но я думаю что то есть опять же это включать полностью невозможно наверное и и подозревать это возможно да что что возможно действительно есть компании аффилированные которые могут помогать в таких таких движениях вот как бы но это конечно ничего такое то есть это не доказано ну и того наверно можно сделать вывод такой что этого мы видели условно 4000 пользователей инстаграма основного ресурса организации на чейнджорк они набирают 150 тысяч конечно же доверять тому что вдруг они имея возможность допустим да набрать 150 тысяч почему-то в инстаграме дотянулись до четырех тысяч а в телеграме вообще до 850 человек наверное этому доверять невозможно потому что если бы они имели возможность дотянуться до 150 тысяч людей они бы и в других ресурсах но в других медиа тоже бы до этих цифр дотянулись здесь наверное испорить невозможно вот то есть это вот действительно можно сказать что доказано что практически все все 150 там все 140 тысяч накручены второе что мы имеем то что стоимость этой накопки это сотни тысяч рублей вот возможно там с верхнем с верхней планки в миллион рублей вот ну и третье наверно откуда они могли взять эти деньги сейчас мы про это пофантазируем да я хотел сфокусировать внимание тут собственно ну чайничать же предложение да то есть предложение что-то изменить в нашей системе предложение написано следующее первое ввести уголовную ответственность за отбор и сокрытие ребенка от другого родителя на такое сильное ощущение что если всерьез этот чем принять очень большое количество матерей на стране попадут под уголовное преследование если конечно там нехитро сформулированное предложение по статье 2 уменьшить обязательные сроки реагирования органов внутренних дел то есть в общем чтобы срочно-срочно-срочно ночью как с домашним насилием понятно ввести реальную уголовную ответственность за несоблюдение решений суда но тут непонятно какого суда то есть о чем идет речь это про 535 или что-то другое имеется ввиду опять же если мы речь идет про 535 я боюсь что гигантское количество матерей просто ну может и не сядут но под уголовной статьей пойдут ну так получится если опять же конечно не сформулировать как-то очень хитро так чтобы матерей в общем обойти как это у нас любят некоторых законах обязательные работы предусмотрены статью 315 к не идут никакие сравнения со страдания матери годами не видящих своих детей если я правильно понимаю то процентов как минимум 80 реальный жертв такой ситуации но обычно да это мужчины очень на то есть но опять же понятно страдание отцов у нас никого не интересует особенно собственно то что сама наталья собственно делала да я так понимаю там же не на ровном месте отец вдруг взял ни с того ни с сего вот ему вожар под хвост попала взял вот решила отдай-ка я сегодня под возьму и украду да вот типа вот все было замечательно все буду делать и в новостях написано но это видимо уже устаревшие сведения победа авария и было дома ну как мы вчера видели влад не дома в общем влад уже уже другого дома 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 в другом смысле это условно влад до последнего жамал варю и говорил что не пойдет со мной паре сидишь крина руках у него отвердила куда владик туда и я варя время выполнять свои обещания варя оказавшись дома тут же ладно остальное не буду все ну принято кто следит за истории все это видели и читали общем все понятно так теперь сосна поскольку у нас видим люди все-таки непростые кто но не особо в курсе от сергей поделился от этой начать не фотка и прокомментируйте кто эти кто эти люди чтобы мы понимали они собственно подпись чтобы было понятно что это я не просто фотку показывают а фотка из языках телеграмма свежего написано через пять минут начнется заседание экспертного совета комитета по вопросам семьи женщин и детей речь идет про вот это самое заседание которое я уже цитаты постил вы его все кто на канале видели кто эти люди у нас замечательные вот эти вот стоят эксперты наши государственные сербе здесь здесь со всеми не знакомы здесь знаком только вот с катерина шумякина которая посередине это бывший следователь мвд помощник помощник человека подарившего лося зоопарку не зоопарку кому-то подарил короче рашки вот до этого убил правда ну что делать что еще ну вот да вот это собственно член защитников детства да остальных двоих я не знаю подозреваю что вот слева женщина это может быть как раз их спонсором но но до конца не знаю но они получается то есть они реально прям хоже в государственную думу я так понимаю даже не может зайти просто абы кто то есть это какая-то закрытая вечеринка была что называется экспертный совет ну опять же ну так как екатерина шумякина помощник депутата она уже сейчас бывший помощник бывшего депутата да то у нее какие-то там тропинки все-таки остались вот здесь здесь наверное можно долго не гадать и понимать что да какие-то тропинки есть еще один момент рашкин этот депутат от компартии собственно а стану комитетом по защите семьи детей всех кроме мужчин так короче да всех кроме мужчин да вот собственно им заведует всегда компартия сколько там сколько я не помню процесс вот всегда компартии это отдается вероятнее всего казалось бы по остаточному принципу хотя не знаю наверно наверно сейчас стоит к этому больше больше внимания оказывать именно это этому направлению по перестать отдавать это по остаточному принципу так вот так как екатерина была помощником одного из депутатов коммунистической партии вероятнее всего ей на комитет возглавляющий который выглавляется коммунистической партии наверное не так уж и сложно попасть ну то есть я просто к тому что здесь получается они очень-очень близко находятся к этому вот и комитету и к этой системе то есть они бы практически действует можно сказать изнутри то есть это инсайдеры внутри всего этого всей этой системе ну и чтобы чтобы продемонстрировать людям что это не просто так вот собственно запись того самого из которой цитаты резал и вот мы собственно хорошо узнаются вот персонаж 1 2 и 3 но их по платье можно узнать то есть они реально там присутствует вот они на втором ряду это самое в партере справа 1 2 и 3 я не правильник не по не проматывал все весь все заседание посмотреть где они там были на общем пока не вначале они присутствуются нереально там были и когда вот там выступали люди которые отдаленно говорили но не то что отдаленно там были очень разумные вещи звучали а им звучало из зала такое булта морстим их там пытались забудете и я так понимаю что эти товарищи как раз были из тех кто сидели и делали булы и видимо кидали всякие вопросы там или претензии или что там они очень возражение от экспертных советов вот это вот вот собственно наши эксперты которые влияют на то что в этом собственном помещении и процедуре происходит но теперь наверно самое самое печальное да про свежие новости от 10 июня этого года ну да то есть собственно собственно про программ да сергей да есть такой замечательный сайт вот который тоже да мое внимание уже обратили на него президентские гранты там есть вот свежий проект который там был поддан был в марте этого года вот протокол рассмотрение подписан 10 июня 22 года то есть совсем недавно в общем то вот так чисто просто как шум по именам пройтись я конечно всех не знаю но в общем не последние люди и тут у нас товарищ кириенко да собственно это же не просто это называется не просто грант какие-то там это не какие-то там фонды белли и за границы и так далее это президентский грант президентские то есть это вот я не знаю в курсе ли господин путин что происходит но он называется это президентские гранты и иначе первый зам администрации президента у нас кириенко выучат последнее время наблюдаете часто там все кто нас смотрит вот но и этих нам тоже знаете новиков чукалин вот а среди координационного комитета но тут очень есть лигой да допустим наверное вы узнаете анна юрина кузнецова наверное можно узнать вот садовничьей фамилии знакомые кто тут еще шадрин наверное остальных я думаю тоже а москалькова ну москалькова очень короче у нас были интересные тут вот ну и собственно печальная новость в том что вот есть участник который называется называется он автономная некоммерческая организация центр содействия реализации родительских прав защитники детства кстати язык вот прям меня аж аж завидки берут как у них описание сделано в инстаграме чем они занимаются сопровождение родительских спорах ведение дел в суде представительство в кдн пдн фссп и так далее содействие исполнению решений суда если вот я бы не знал кто это я бы подумал что какая-то околоотцовская организация наверное которая занимается вот там борьбой с нарушением прав вот но в общем вот это у эти самые люди и х н н все такое и собственно они сейчас где тут написано что они выиграли собственно а статус проекта победитель конкурса то есть как бы вот размер гранта то есть этим людям только что было выдано примерно 3 миллиона рублей уж не знаю президенты собственного кармана это делать из нашего вот ну в общем кто-то кто-то забашлял либо мы за это забашляли либо президент но из двух вот еще у них своих денег тоже какое-то количество видимо там свои какие-то финансы тоже водится они же не воздухе существует так что общие затраты на вот этот проект замечательный будут 3 миллиона 800 тысяч ну там с копейками вот и состоялась это буквально только что вот такие вот пироги ну да здесь можно добавить что собственно это состоялось только что и вспомнить что мы обсуждали а а несколько от нескольких сода до миллиона рублей было потрачено на видимость общественного резонанса вот и опять же видимость да вот то наверное это это стиль прям такой узнаваемый стиль там стиль мастера можно сказать когда буквально несколько человек вот создают то самое буда на 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 интересные на хорошее предложение которые действительно изменят ситуацию в семье к лучшему и и могут вывести страну из демографической ямы в которой она скатывается вот вот эти вот бу они усилия усиливаются через вот такие вот механизмы которые мы сегодня посмотрели опять же такие то есть если посмотреть допустим чаты различных государственных окологосударственных комиссий да то же самый там чат остальной да он тоже наводнен в том числе вот 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 такими персонажами которые делают вот это самое бу и как сейчас вот я увидел в ситуацию с андреем брезгиным когда некоторые общественные деятели раньше не причастные к этой проблеме они входили начинали разбираться начали начинали возмущаться тем что невиновного человека сейчас можно сто процентов говорить что действительно андрей дочку не убивал вот либо либо утверждать что она воскресла и тогда уже нужно уже другие процедуры больше подходящий как пациент делать вот но в общем то он действительно и и не убивал и в ответ на вот это вот возмущение на на вынос в общественное пространство этой ситуации они получали они получали толпу по их мнению вот толпу вот этого вот этих вот вот этих вот вот этих вот возмущенных женщин что зачем вы киднепера поддерживаете что вы такая то это я вот здесь на на примере тоже там женщина которая поддержала андрея да зачем вы поддерживается того человека который причиняет столько боли и страданий женщинам что там ну и так далее дальше там по полный перечень обвинений андрея брезгина так вот мы что мне хотелось бы сказать что в таких ситуациях действительно видят как будто бы толпу но эта толпа по сути так же как и вот эти вот 140 тысяч подписавших петицию это толпа глиняных големов даже не знаю ли там глиняных горшков которые при ближайшем рассмотрении они рассыпаются и за ними никого кроме 300 людей мне кажется 300 не очень психически уравновешенных людей нету поэтому мне кажется что при ближайшем рассмотрении это толпу не стоит бояться условно говоря каждого из 300 можно забанить и больше не будет никого ну окей там конечно там да я бы сказал что если это чисто коммерческий проект а в общем есть такое подозрение что проект этот в целом в общем-то больше коммерческого носит природу хотя конечно и диалоги у него тоже понятно есть на же там часть как бы сейчас ехал зарубежно другая самые инсайдеры все еще остались да и собственно чё пушкина не так давно она сидела в этом же зале так что они очень недалеко яблоко от яблони сказать то ну в общем и к тому что наверно не очень правильно им приписывать то есть я бы я бы не стал их сразу прям вот сумасшедшие записывать мне как раз боюсь что не раз очень рационально действует то есть они вполне себе вот но но что здесь хорошего в этой ситуации что вот руслан дягилев расстраивается как мало подписи идет на всякие мужские инициативы очень может быть и даже вполне вероятно так и есть учитывая вот цифиль который мы показываем что инициатива которые бросались вот на мужские темы они скорее всего нативных собирали больше подписей никто их никогда видимо не пытался даже раскручивать потому что если бы пытались да ну во первых это требует финансов которых просто ну не обладает мужское движение как бы его не понимать как бы широко не понимать нет таких свободных средств никто их не вкладывает там даже когда речь идет о серьезных проектах там типа кино или там студии или еще что-то такое там суммы меньшего меньшего масштаба намного короче говоря вас вполне возможно что нативно мы набираем больше подписи чем все вот эти вот за запрос такие на change так что все не так много просто ну накрутки есть накрутки что делать здесь все очень просто то есть нативная ну то есть вот здесь вот по просто анализу инстаграма последние 100 записи а 100 записи это вполне себе репрезентативная выборка из того что что может делать это организации и сколько у нее сторонников так вот там вот максимальная запись с максимальным количеством лайков набрала триста шестьдесят что-то один по моему лайк да вот вот это это то что люди могут нативно сделать опять же почему так да потому что если бы они могли сделать больше то есть если бы они могли на другой площадке где-то дотянуться до большего количества они бы с другой площадки в инстаграм во всех перевели и как бы и у них не было бы такого ну извините пожалуйста позора да что триста шестьдесят один лайк максимальная запись если опять же она еще не накручена то есть как бы это их планка это их планка сверху вот это первое второй момент ну наверное я здесь хочу прокомментировать что я имел ввиду по поводу того что да мы психически не равновешенные я к тому что возможно ядро действует рационально да с какими-то с какими-то мотивами да и у них причинно-следственные связи в голове может быть простроен не факт что кстати это причинно-следственные связи они там из каких-то побуждений даже там корыстных да может быть они даже там они может быть из идейных побуждений действуют единственное что как бы эти побуждения мерзкие если они издейные но как бы то ни было но остальные триста около трехста человек да то есть условно говоря вот ядро допустим человек 20 ну 30 максимум максимум вот остальное остальное общество да там которое там в десять раз больше да на один порядок больше вот мне кажется они как раз не очень психически равновешенный потому что как раз таки ими управляют через агрессию и это очень важно ну то есть опять же так как я я работаю моя работа тесно связана с маркетингом вот поэтому я знаю что если набрать аудиторию на агрессии то она не сможет дальше делать продуктивных действий то есть дальше чего-то хорошего из этой аудитории то есть спас подвигнуть его на что-то доброе и хорошее невозможно то есть если вы набрали на агрессии вы дальше на то есть агрессии и управляете этой аудитории и все там там как бы вы ограничены то есть вот то что вы набрали вы этим и ограничены вот так но я так сказать может быть чуть 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 в оправдание только чуть-чуть я помню собственный период он у меня об общем был не самый тяжелый я явно вижу полно людей сейчас с историями у которых ситуация намного было тяжелее чем у меня скажем так когда ты в такой ситуации находишься ты не очень вменяемый человек вот так что для тут все присутствует и всякие там перемена настроение и параноидальность и так далее поэтому ну вы бы даже так просто эту энергию можно начать эксплуатировать и родителей у которых хоть нет детей и которым препятствует в общении с ними включая сопровождение во всех инстанциях суды и медиаторы приставы к дн опеки правоохранительные органы я так понимаю здесь строители это родители вот примерно такого типа вот скриншот у нас да я так понимаю наверное наверно этого поста уже нет вот но поскольку в интернете ничего не исчезает бесследно я думаю что стоит зачитать потому что некоторые могут в машине слушать я так понимаю это какая-то из их может клиент может просто с кем они контактировали там я сейчас активно занимаюсь психологическим состоянием сына и сама тоже прохожу курсу семейного психолога мне тяжело далось решение стать самой киднейпером ребенок пока не видеть отца две недели то есть я как бы уже не раз не два там на разных ситуациях такого рода показывал что увы просто в нашем правовом поле в этом социально правовом ситуация так складывается что приемы родители вынуждены принимать одни и те же нет никакой разницы между тем что они делают и и процентное соотношение я хорошо знаю да то есть там 80 и выше в пользу отцов смысле что их гораздо больше вот тут где-то было продолжение вот у них уточнение тут где-то было написано что из этих десяти родителей тут точно это было написано сейчас я найду там было написано снизу абзац это его обосновать там было написано нет что типа что что из этих 10 8 это матери а два это отцы не вижу здесь это я точно где-то читал каком-то было из их целевые группу может быть они нет нет я вас хочу сказать что у них они же как бы ну все оговорили и если бы их читал подготовленные заточены нашим образом человек да там бы честно общее общее описание еще выше общее описание там должно быть а вот написано комплексное сопровождение 8 мам у которых отняли детей или есть угрозы этого то есть даже еще нет нет и двух пап испытывающих трудности в общении с детьми из-за действий мам причем что они собственно обещаю за причем они совершенно честно это говорят просто нужно внимательно читать чтобы прочитать что действительно они заявляют они говорят что они вернут малолетним потерять детям матерей сохранение малолетних детей с мамами то есть они фактически речь идет о месте жительства о прим же а а до пап они предлагают восстановление права детям общаться с отдельно проживающим родителям то есть папе никто никого переселять не собирается они об этом совершенно честно конкретно пишут просто ну типа ну да ситуация конфликтного развода родителей и спор все такое но это я так но это главное то есть то чем они видим вот заниматься следующего ты не знаешь насколько грандом на год на 2 на 3 значит дальше они собираются 60 человек родителей я думаю можно угадать какой там процентное соотношение тоже проконсультировать значит за помощью через онлайн консультирование по телефону электронной почте и также всех родителей изучающих тематические ресурсы в интернете так понимаю что я не потому что не внимательно читал но я ни разу не увидел словосочетание синдрома отчуждения родителей пишет в таком духе просто не не используется а нет я так понимаю это умышленно сделано включает в себя анализ ситуации и предоставление рекомендации общего характера и значит информационная поддержка не менее 1000 пользователей числа родителей я так понимаю что вот это вот это будет видимо примерное количество подписчиков на их основном ресурсе может это быть телеграм-канал или сайт то есть это общее число просто подпишется и просто будет следить на типа они будут считать что них это что подпишется это они у них уже сейчас это есть и того они прямо говорят что наши соцсети состоят примерно из тысячи пользователей кстати они реально это как бы реально оценивают без накруток без четырех тысяч что что раньше у них было вот это раз второй момент они действительно все-таки про синдром отчуждения родителей вот здесь вот где-то в об основании пишут о том что он даже был признан всемирной организации здравоохранения воз а вот вот нашел его нашел упоминание да вот уже включила в мкб синдром родительского отчуждения на самом деле оказалось что с вас это несколько мы поторопились ну да в общем короче и это тоже ну окей здесь здесь такое если мне кажется дискуссионное потому что они ну при прямого включения этого нету хотя есть синонимы этого слова ну в общем окей это такое дальше это можно там философства не пойти но мне еще важным показалось вот что когда они описывают в следующем разделе своим свои свои заслуги они пишут что им достаточно много звонков поступает вот если можно по звонку поискать по слову звонки или звон там сейчас от 50 и выше выше вот где-то от 50 до полноста они пишут время от 5 до 30 звонков что ли они получают вот написано обращение кроме того количество обращения защитники стабильно высоко от 5 до 30 вращений в день вот а теперь да теперь можно сравнить с 60 ну то есть что такое звонок да по сути момент звонка вероятнее всего происходит консультация если я правильно вообще понимаю жизнь да но условно говоря у меня в компании после звонка силу происходит продажа если этого не происходит то он как бы долго не продержится на своей позиции вот так вот собственно я думаю что в общественной организации а после звонка должна быть консультация от пяти до пяти сколько там время напомни пожалуйста до 30 до и вот они 60 консультаций всего собираются оказать то есть условно говорят два удачных дня закрывает им год работы по консультации что ну как-то немножко странно даже если 5 в месяц в принципе за год можно закрыть тоже 60 штук ну ну окей но опять же 5 до 30 не знаю странно просто математика не бьется это это тоже стиль на самом деле тоже но по поводу там и не знаю я честно боюсь гадать что там за математика на сами происходит тут как как вот единственное что в голову приходит дело ясное что дело темное это единственное что понятно мне не вот лично мне как бы да я не очень поверхностно как бы знаю эту тему да то есть постойку поскольку раньше делал какие-то там репортажи и чужие репортажи перепущал но я что что я то явно вижу что у нас первое явные оттуда активные товарищи которые там находятся они у нас присутствуют на 4 этих самых вот экспертных заседаниях то есть они с этой стороны зашли то есть они участвуют в принятии решений и задают тон принятия решений а деньги на это тоже задает государство он президентский грантов между большим только всего год назад этот этот же самый фонд скорее всего похожие комиссии я не искал но я не видел что это было год назад они например спонсировали давтян ну давтян если лично а как составит этого как консорциум женских неправистых организаций которые двигаются еще эту тему сбм и так далее они недавно какой-то финсу очередной там публиковали то есть это это вот отсюда исходят деньги кто кто лично как бы это башля эти не знаю кто это все кто кто вот этого человека он он действительно не может прочитать то что здесь написано вот в цели в этой он не понимает что это значит или это сказать намеренное такое нежелание прочитать что здесь написано ну это очень как люди в теме мы понимаем о чем здесь написано и главная самое удивительное они даже и не и не врут особенно здесь они совершенно откровенные своих планах заявках чего чего не собираются делать и в нынешних условиях в нынешних условиях когда у нас вот все вот это творится что у нас творится и у нас очередной там этот наш из пошла провал на счет потен на повозрастной пирамиде среди всего что сейчас можно финансировать вот казалось бы да люди собирают там не знаю ну пардон на на те же самые там броники и мавики но фонд президентских грантов спонсирует вот это ну как бы это факт как бы оценка я оставляю за скобками оценку каждый может сам сделать но факт он к сожалению налицо вот то есть у нас эти люди в госдуме и деньги им тоже дают в общем как бы правая рука тут а левая тут ну не знаю что-то еще сказать я думаю действительно можно ставить каждому на размышления что происходит до выводы пожалуй каждый делайте сами что с этим делать тоже я я не понимаю как вот зайти вот эти вот почему здесь нет среди всех этих проектов нет кого-то из тех кто действительно мог бы что-то сдвинуть в правильную сторону баланс да там или хотя бы даже просто действовать гармоничнее да то есть типа чтобы ну грубо говоря соблюдать паритет какой-то на разумный ну вот я думаю я думаю это еще появится потому что мне кажется что вот эта вся ситуация с несправедливостью да с наверное с ущем ну тогда ущемление прав мужчин на самом деле с безотцовщиной вот так вот это правильное слово так вот эта вся ситуация она неизбежно должна шатнуть маятник в другую сторону а ситуация с андреем брезгиным мне кажется что она сплотила тех кто раньше раньше был разрознен да честно говоря тоже интересно было покатываться почему были разрознены но за рамками этого рассуждения остается то что те кто раньше не общались они начали общаться и помогать они начали они меньше начали смотреть на на то что там какой да андрей они видят что действительно то что с ним происходит это неправильно то что с ним происходит это это верх наверно цинизма и верх беззакония и как раз таки это это явно продолжение всего что раньше было это прямо может быть мне кажется что это кульминация я хотел бы видеть это кульминация после которой будет уже развязка ну и собственно мне кажется что развязка она как раз таки и будет заключаться в том что здесь на этом на этом сайте в том числе появится не одна а намного больше про отцовских организаций а возможно даже не только про отцовских а возможно организации которые умеют не не смотреть на кто там отец то мать а они умеют понимать как сохранить семью или даже как сказать даже если там случился развод и уже вот вот этих вот супругов не соединить как сохранить семью ребенку которую у него несмотря на развод осталось я думаю что вот действительно это и через этот сайт видно будет и возможно и через то есть опять же мы знаем что в госдуме в некоторых комитетах уже появились эксперты которые будут обсуждать верхнюю планку алиментов что в принципе наверное я не мог предполагать но это случилось и опять же в госдуме прозвучали слова про совместное паритетное воспитание родителей и я думаю что действительно эти слова еще будут звучать там и еще будут звучать и в итоге это все далеко мы к этому придем так что я думаю что может быть это не паника может быть это просто как сказать здесь не стоит паниковать просто мне хотелось бы воспринимать кульминацию после которой мы начнем движение к развязке будем рассчитывать но в любом случае спасибо за информацию потому что ну как бы разрозненно какие-то факты вот эти все слышал но так чтобы собрать в некую целостную картинку да где теперь из пазлов как бы складывается ситуация в целом становится больше понятно что собственно происходит ай почему так происходит а не иначе почему например заседание первого числа прошло так как она прошла в общем по крайней мере картина стала яснее ну да чуть-чуть еще вот по поводу картинки нужно понимать что включение вообще в группу экспертов тех людей которые могут отстаивать верхнюю планку алиментов оно вероятнее всего сопряжено с большой оппозиционной игрой вот этих вот вот этих вот девушек которые которые явно знали что хотят включить людей которые будут отстаивать верхнюю планку алиментов которые вероятнее всего попытались максимально отстоять то чтобы этого не случилось но это случилось почему это случилось если честно говоря здесь нужно просто смотреть дальше и уже потом может быть мы узнаем почему это случилось но движение идет но собственно первое число там они распределяли места в комиссии как они называют там комиссия по такому а просто комиссии по такому я так понимаю можно на будущих записях просто внимательно смотреть вот на этих трех персонажей где они в какой комиссии не появились собственно ну и примерно понятно чем они там будут заниматься как-то так ну что же спасибо за интересная информация всего всем спасибо счастливо на достижении